Анатолий, ну 2021 год так случилось. Он у нас, как говорится, с оттяжкой на один год, потому что многие крупные спортивные соревнования, которые проходили в этом году, они были перенесены с 2020 года. Прежде всего, это и Олимпийские игры в Токио, чемпионат Европы по футболу, ну да и чемпионат мира по хоккею в Риге тоже отчасти. Три главных события. Если мы говорим о выступлении латвийских спортсменов на первое место, какое достижение ты все-таки поставил бы? Ну, думаю, никто не удивится, что три на три баскетбол, потому что все-таки историческая первая победа, впервые эта разновидность баскетбола, скажем так, потому что на пляже тоже играют. Конечно. Включена в программу Олимпийских игр, и все-таки тяжело было в статусе фаворита. Кого-кого, а нас-то все хотели обыграть. Ну, некоторым удалось, но удалось до поры до времени. Все решил главный финал на самом деле. Ну, все решили и плей-офф, и там как раз, когда больше всего нужно было, тогда и выиграли. Конечно, я это поставил бы, наверное, на самое первое место. И меня очень приятно удивил Артур Плесникс, штангист наш, которого я, ну, не скажем, что очень хорошо, но достаточно давно знаю. И у него там каких-то приключений не было, и травмы, и так далее. И вот то, что он взял бронзу, и причем очень, ну, это уже заслуга, наверное, больше тренера. Эдуард Андрушкевич, да. Эдуард Андрушкевич, и насколько умно они эту тактику построили. И за счет этого, во многом за счет этого выиграли бронзу. Это для меня был, если честно, очень приятный сюрприз. Вот две ремарки по поводу наших золотых медалей в баскетболе 3 на 3. Получается, что латвийские ребяток в качестве первопроходцев всегда на первом месте. Вспоминаем Олимпиаду в Пекине, когда впервые в программу был включен такой вид велоспорта, как BMX. Мари Штромберг взял, завоевал золотую медаль. Здесь баскетбол 3 на 3, и снова золотая медаль. Получается, все новое нам по плечу? Ну да, все ожидали, что сейчас, ну, сейчас приедут американцы на Олимпийские игры, вы там все увидите. Ну что, мы увидели мы американцев, ну и что, и где они. Совершенно верно. Ну ладно, это, конечно, я думаю, что к следующим Олимпийским играм конкуренция будет еще больше. Это доказывает и тот же BMX. Ведь включение любого вида спорта в программу Олимпийских игр очень сильно влияет на развитие и географически, и финансово, ну, по-всякому. И поднимает уровень в любом случае. Конечно, это закономерно. Это так же было в свое время и в любом виде спорта, который входил в Олимпийскую программу. Если говорить об Артуре Плесниксе, мне кажется, был комментарий тренеров Эдуарда Андрушкевича, Виктора Чербата, которые, наверное, говорили на чистоту, когда признавали, что даже для них бронзовая медаль, это стало большим сюрпризом. Они рассчитывали, ну, на место в первой шестерке, не больше. В шестерке, да. Ну, мы тоже так вот между собой, когда коллегами рассуждали, что шестерка должна там быть, да. Ну, и, конечно, пляжники меня порадовали, да. Говорят, что самые плохие места – это второе и четвертое. Совершенно верно. Деревянные награды, да. Если за второе хоть что-то имеешь, за четвертое ты не имеешь ничего. Но вот эти два четвертых места – это далеко не ничего, это очень много. Особенно вот то, что девчонки, да, они чемпионки Европы. От них-то мы, в принципе, что-то подобное ждали. Это Тина Грауденен, Сосея Кравчонок. А вот то, что Мартынич Плянич и Точ дойдут до полуфинала и будут играть за медаль, я не думаю, ждали ли они сами от себя подобных достижений. Очень жаль, что в полуфинале они сошли с норвежцами, да, которые с там мира, да, и не повезло. Если мы говорим об Олимпийских играх, нужно наверняка упомянуть Анастасию Григорьеву, пятое место в спортивной борьбе. Обязательно, обязательно. И Ритвард Сухарев, наш тангист, шестое место. Да, но это наша, я имею в виду Ритвард, наша такая, я очень надеюсь, большая надежда. Это после Викторов, после Артура. Вот сейчас Сухарев, он молодой, он же еще год назад пионером выступил. Совершенно верно. Так что... Переходим к спортивным играм, баскетбол, волейбол, наверное, футбол, хоккей, да. Ну вот, что здесь можно выделить? Волейбол, сборную, волейбольную. В принципе, нет, я выделил бы две сборных, хоккейную и волейбольную, хоккейную, потому что попали на Олимпийские игры. Впервые из Сочи. Да, в 2014 мы последний раз играли, до сих пор все вспоминают нашу игру с канадцами. Один-два упустили в самом конце. Кстати, мы последние, кто забил гол на той Олимпиаде канадцам. Да. Да, это четвертьфинал, по-моему. Да, четвертьфинал, совершенно верно. И, конечно, сборную волейбольную, которая впервые с 95-го года попала в финальную часть чемпионата Европы. И вообще, мне очень приятно. Ну, хороший контакт с Федерацией и вообще вот с всей волейбольной сферой. Я думаю, многие виды спорта могут у них получиться, как нужно поднимать свой вид спорта. Я не имею в виду тут национальную сборную снизу и по всем уровням. Все волейбольное хозяйство. Да, все хозяйство как таковое. Вот это, мне кажется, это тоже где-то закономерно, что именно сейчас они попали. Ну, да, конечно, хотелось, чтобы мы там немножко, может... Эстонцев обыграли, это самое главное. Да, эстонцы не вышли из группы, поэтому всегда дома. Тренер раз был Ауа Келли, эстонец, кстати. Ну, сейчас у нас очень интересный тренер. Молодой из Польши, да? Да, который был и чемпионат мира выигрывал, как ассистент главного тренера, амбициозный тренер. Ну, посмотрим. Я думаю, что будет интересный следующий этап развития этой сборной. Чего не скажешь о наших баскетбольных командах и мужская и женская. Такого, по-моему, никогда не было. Не сумели пробиться на Евробаскет. Что здесь произошло? Какая-то катастрофа? Ну, может быть, не катастрофа, но есть о чем задуматься. И не только федерации, или, вернее, союзу баскетбольному. А ведь это зависит в любом виде спорта. Легче всего винить федерацию. Но это голова, но ведь ниже тоже что-то есть, да? Это нужно, наверное, на всех уровнях смотреть. Значит, где-то что-то... Не доработали, да? Да, но с клубами сравнивать не будем. И т.т.т. в последнее время сильно выступает, борется за место в четверке в своей группе Евролигии. И в Эф прошел первый этап. В Лиге чемпионов, да. Да, но клубы-клубы, но сборная-сборная. Конечно, насчет мужской сборной тут объективно оценить сложно. Потому что мы знаем конфликт между ФИБО и УЛЕП, и я не вижу ни малейшего такого в этом тоннеле, в этом просвета никакого. Что они между собой как-то договорятся, и пока лучших игроков... Ну, от этого страдают все. Но, опять же, вот у меня литовские коллеги, мне кажется, довольно объективно отметили, еще на прошлую Европу, чтобы мы не попали, что они говорят, посмотри, кто не попал. Те страны, у которых нет сильной местной лиги. Это и Словения, это и... Ну, ладно, там они, Адриатская лига, но все-таки, да. Конечно, да. И я не думаю, что, ну, Латвийско-Эстонская лига, при всем уважении ко всем, кто там выступает, но только через эту лигу невозможно подготовить сборную, которая стабильно будет выходить в финальный турнир. Конечно, у нас достаточно лигонеров, которые играют не только в клубах Евролиги, но, опять же, УЛЕП имеет и второй турнир в Еврокубах, оттуда тоже никого не отпускают. Так что это очень сильно влияет, и чтобы это влияло как можно меньше, нужно поднимать остальной уровень. Два слова о футболе. С одной стороны, одно из главных спортивных событий – чемпионат Европы, который завершился триумфом сборной Италии. Да, в Италии. Роберто Манчини, да, все здорово. С другой стороны, выступление сборной Латвии в отборочном турнире чемпионата мира. Двоякое впечатление, но, наверное, мы на том месте, на котором должны были быть. Предпоследнее пятое, 9 очков. Взяли очки у всех, за исключением сборной Нидерландов, хотя с нидерландцами мы сыграли достойно 0-1-0-2. Мне кажется, это самое точное определение, двоякое впечатление, потому что вспомним начало, конец Лиги Наций и начало отбора. Ну, плохо. Печально все было, печально, да. Но вот потом как-то обрели и уверенность, и слаженность. Состав стабилизировался, да. Состав стабилизировался. Это, конечно, большая заслуга. Я сколько с игроками разговаривал, они все это отмечают. Большая заслуга тренера Дайниса Казакевича, именно вот эта сплоченность команды. И всем ясно, кто будет, кого нет, кто есть, почему кто-то есть, почему кого-то нет. Никаких там закулисных дел. И, в принципе, по своей игре, ну, сейчас, конечно, турки нам друзья опять, мы помогли сильно. Помогли. А норвежцы нам враги. Норвежцы сейчас не очень, да, с нами хотят дружить. Но вот эти игры как раз с этими топовыми командами нашей группы доказали, что... Я надеюсь, что это такая стартовая площадка для дальнейшего развития. Да, сейчас Лига наций, там у нас, конечно, соперники, ну, там вообще не должно быть даже другой мысли, кроме одной. Эту группу надо выигрывать. Лихтенштейн и... Ну, там Лихтенштейн, там Андорра, и там пока непонятно, или Казахстан, или Молдова. Кто проиграет, тот у нас в группе. Соперники, конечно же, нужно обыгрывать. Нужно обыгрывать. Владислав Гудковский, лучший футболист Латвии этого года. Ты согласен с этим? Я за него голосовал. Я тоже, да. Как за первого. Да, я тоже голосовал, мне кажется, все справедливо. Ну, у меня там тройка немножко другая. Я на второе место, по-моему, Саварнекса поставил. На третье, вот не помню, Мириозоваса или Удритиса, кого-то из них. Но первое, я не сомневался ни одной секунды, поставил Владислава Гудковского. Я ему пожелал только, чтобы он шел дальше своей карьере путем Артема Руднева. Поскорее перебирался в другие чемпионаты, более высокие. Да, вот я смотрел по нашей последней игры, не по нашим каналам, по другим. Да, и мне очень понравилось, как наших игроков, того же Янзамсаком, который, мне кажется, самое большое открытие. Ведь когда его начали привлекать в сборную, многие не понимали. Скептически были настроены. Очень мягко выражаясь. Ну, насколько сильно они хвалили его, Ярковский, Саварнекса. Ну, и, конечно, Гудковский, если и там как раз прозвучало это пожелание, что польская экстракласса – это не потолок для него. Тропчику, эродивизию, туда. Ну да. Если мы говорим о других достижениях латвийских спортсменов, надо упомянуть победу на турнире в изборне Алена Остапенко. 28 номер мирового рейтинга. Это достижение, ее четвертый титул. Ну, все мы упомянуть не сможем. И это, опять же, доказывает, что ковид не ковид, но, может быть, даже вопреки, много чему у нас настолько хороших событий, таких позитивных, что мы всех даже назвать не можем. Да. Технические виды спорта. Хочу упомянуть твой любимый спидвей. Ну, есть спорт, чемпион Европы У-19, парный чемпионат. Мы выиграли бронзу на У-23 и так далее. Я говорю, что у нас молодежь растет хорошая. Если бы нам еще чуть-чуть финансовую поддержку побольше для нашей базовой команды, тогда бы это развитие было еще сильнее. Ведь если нашего лучшего юниора борются клубы. Ну, ладно, сейчас он во Вроцлаве. Это ты имеешь в виду Францис Гусс. Францис Гусс, да. И, в конце концов, он оказался в рядах чемпиона этой лиги. Ну, это, наверное, о чем-то говорит, да. Так что, и, конечно, Мотокросс у нас. Молодые ребята очень хорошие растут. Те же братья Рейшерис. И, ну, Пал Йонос из-за травмы сезон не закончил. Ну, и в конце года всех удивил 14-летний Томас Штолцерманис выиграл чемпионат мира по картингу в классе юниор 125. Впервые в истории вообще этого вида спорта в Латвии. Ну, кто знает, кто знает. Я хочу только одну ремарку здесь допустить. Все самые известные пилоты Формулы-1 когда-то начинали с картинга. Да, тот же Верстаппен. Да. Так что все может быть. Кстати, сейчас за ним тоже голландец гонялся. Но не обогнал. Вот еще от Кайлотона, да. Анатолий, еще один вопрос. За решение нашего разговора, к сожалению, время поджимает. Мы в таком спринтерском режиме с тобой общаемся. В феврале Олимпийские игры в Пекине, зимние. Твои надежды, прежде всего, с чем и с кем связаны? Медаль будет, как ты считаешь? Хотя бы одна. Я думаю, будет. И самые большие надежды я связываю, конечно, с братьями. Но не с докурсами. Пусть не обижаются. Андрей Сюрис Шиц. Санный спорт. Да. Молодая двойка может удивить. Болл с плума. Да. Кристо Сапареш может. Эстафета может. Ну и в конце концов. А почему Мартин Дукурс на предыдущей Олимпиаде остался без медали? Ну сейчас, под конец карьеры, я ему желаю вернуться из Пекина с медалью. Надо хлопнуть дверью. Надо хлопнуть дверью, да. Анатолий, ты комментируешь биатлон на латвийском телевидении. Андрей Расторгуев по известным причинам пропускает Олимпийские игры в Пекине. Надеемся, он вернется еще в большой спорт. Байба Бендика, каковы ее шансы? Они есть, но какие? Ну, знаешь, они есть. Биатлон – это тот вид спорта, в котором я ни при каких раскладах, никаких прогнозах не участвовал бы. Потому что один-единственный выстрел может уничтожить все твои самые-самые надежные прогнозы. И это касается Байбы тоже. Потому что некоторые гонки были. И в этом сезоне мы видели, что она там, близко к этой элите. Но, к сожалению, были 2-3 гонки, когда она была на очень большом расстоянии от этой элиты. Так что, если все сложится, я думаю, что она не хуже, чем в Корее должна выступить. Не будем тут рассуждать о медалях. Там конкуренция такая, что при удачном сечении обстоятельствах можно и медаль где-то захватить. Но это, опять же, тут другой разговор. Потому что, я думаю, что биатлонное хозяйство должно было уже очень давно задуматься, как мы будем жить дальше. На эту тему. Да. Анатолий, большое спасибо. Еще раз напомню, я в гостях был, как он сам говорит, его лучше величать. Спортивный журналист Анатолий Крэпенс. Этого вполне достаточно. Отлично. Надеемся, у нас в Пекине будут точно медали. И мой прогноз, и прогноз Анатолия сбудется. Субтитры подогнал «Симон»